Здравствуйте! Приближается Новый год, а это значит, что в течение 10 дней мы будем сидеть за столом, есть, пить, и часто это будут алкогольные напитки. И сегодня у нас специальная новогодняя программа, она посвящена буддизму и водке. Вы, когда приходите в Дозан, часто видите, что там стоит такой стол для подношения, туда ставят белую пищу, и в наше время часто приносят туда и водку, как подношение божествам. Мы сегодня обязательно поговорим об этом, но в буддизме водка это не просто C2H5OH, там скрыт некий другой смысл. Мой собеседник сегодня Ширета Лама Усть-Ардынского Дацана Зарикто Батуев. Зарикто Лама, ну давайте раскроем секрет, как относится буддизм к водке. Ну, во-первых, позвольте поздравить всех наших телезрителей с наступающим Новым годом, пожелать всем добра и счастья. Ну, говоря о водке, что сказать? Сама водка по своей природе, конечно, буддизмом, как и всеми другими религиями, она считается как бы ядовитым питьем, вот, или питьем шутхеров, как мы еще называем, да? Ну, то есть, шутхер это такой черт? Да, 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 вот, или нектар дьявола. Ну, все равно нектар, так красивый, в то же время дьявола. В кавычках, конечно, да. Вот, поэтому, естественно, не советуем никогда никому пить, значит, водку, но у нас определенная культура в России, как мы знаем, да, все любые праздники без каких-то алкогольных напитков, они могут стать не праздниками, да, застолья и так далее. Ну, мы это все понимаем, разумеется, но как относиться, как говорил, говорит наш уважаемый наставник Его Святейшества Далелама, он говорит, что для России можно сделать, так сказать, исключение, если только пригублять, да, как дань традиции или обычаям, вот. Вот, но на самом деле, конечно, употребление водки, оно несет в себе, естественно, вред не только для здоровья, как всем известно, но и много где об этом везде говорится, в принципе, но и для души, и для ума. Вот, я уже не говорю о том, как водка и вообще алкогольные напитки вредят мозгу, нашему человеческому мозгу, разрушая его и делая его, конечно, не таким работоспособным, как он мог бы быть, вот. И когда человек много употребляет алкоголь, он становится забывчивым, забывчивым. У него притупляется логика, вот. Его разум становится таким, знаете, рассеянным. Ну, вот, Далелама, вы стали сейчас об этом говорить, и я вспомнила, что существует некая легенда о возникновении водки. Почему была сделана водка? Почему она появилась? И как Мари, один из вот дьяволов таких больших мировых, нашептал на ушко, чтобы люди не уходили вот в буддизм и не были такими праведными, их нужно привлечь к себе. Черный владыка сказал Мари, я научу тебя, как отвратить людей от учения Будды. Ты должен собрать 9 компонентов для создания особой жидкости, которая способна победить любой разум, создавая эйфорию радости и привязанности к ней. На вершине горы Мара поставил огромный каменный котел, куда поочередно опускал ингредиенты. Мозг свирепого льва, пену из пасти разъяренного слона, жало ядовитой змеи, мед злой пчелы, слюну бешеной собаки, костный мозг девяти танцующих дьяволиц, зрачок волка, поедающего мертвецов, трупное мясо и менструальную кровь ракшассы, женщины-людоедки. Сначала варева стала пивом, которое устремилось с горы вниз, призывая всех утолить жажду. Потом в котле появилось вино, а с добавлением последнего ингредиента варева превратилась в водку. Очень добрая легенда, кстати. Добрая, да. Правильно. Важная и нужная. Да, и каждый вот ингредиент. Каждый ингредиент имеет свое значение, как сделать человека, ну, либо, так сказать, тупым, сделать его, значит, неразумным и обмануть его, тем самым отдалить от учения, отдалить от рассудка и от правильного образа жизни. Вот для чего был придуман вот этот вот в кавычках нектар дьявола. Вот. Поэтому хотелось бы, чтобы люди все-таки как бы осознали этот вред, да, и как можно правильнее и разумнее относились к употреблению общей алкоголи. Такие эпитеты были даны водке, когда Мара ее изготовил, что она бешеная водка, богатырская водка, гордая водка, богатая водка, щедрая водка и широкая раздольная водка. Почему Мара назвал водку бешеной? Ну, это понятно, потому что человек, употребляя водку в большом этажском количестве, да, скажем так, он становится неуправляемым, он становится полностью подвластным внутренним вот пороком, который более активный в нем, а чаще всего бывает вот такой порок человеческий, как гордыня или вот надменность поднимается, да, и тогда человек становится агрессивным, вот, он становится даже бешеным, да, как говорится. Поэтому, а вот эта вот агрессия и бешенство, как мы понимаем, оно ни к чему хорошему человека никогда не приведет, оно приведет только к беде, к боли и несчастным случаям, враждей и так далее. А почему тогда назвал он богатырской? Ведь мы считаем, что слово богатырь хорошее, такой термин приведен, такое сравнение. Ну, богатырь от слова богатур, как называется. Но богатырьская водка здесь имеется в виду то, что человек становится не в том смысле, что богатырьом становится, а, скорее всего, даже наоборот, богатырь, он не будет таким. Он становится подобен, знаете, богатырю в том смысле, что становится властным, становится не по своему статусу или значению таким горделивым и надменным, до такой степени возносит себя вверх, становится таким, как будто бы непобедимым и так далее, да. То есть вот эта вот алкогольная, вот, знаете, природа, вот этой вот водки, алкоголя, она делает человека горделивым. И он становится в силу этого, и слова его, и действия становятся надменными, возвышенными, и тем самым он имеет опасность, риск потерять друзей, которые у него были, потерять доверие родных и так далее, да, рассказать о чем-то своем там тайном или секретном или еще каком-то, да. Ну вот вы уже говорите о том, как эпитет «Гордая водка», да, что человек вот превозносится на себя и похваляется. Это примерно похоже, да. А богатая водка, почему такой эпитет «Далмара»? Ну, опять же, когда человек входит в это состояние опьянения, он считает себя таким, знаете, самодостаточным, начинает себя считать, в себе каких-то минусов или каких-то таких качеств, которые более низкие, да, скажем, которых он не достиг, он, как правило, скрывает и не хочет говорить, а говорит только о том, чего на самом деле у него даже и нет. Ну и опять же, он привлекает, наверное, к себе каких-то, этим самым похваляется, когда привлекает и мошенников, и воров. Он тем самым может говорить много лжи и обманывать окружающих. Вот это вот, в этом и беда, что, да, он, говоря себя богатым. Щедрая водка. Вот, щедрая водка, ну, знаете, все мы знаем, наверное, что человек в таком, опять же, состоянии, повторюсь, он становится непомерно или неразумно щедрым. Последняя рубашка себя отдает. Он начинает раздавать все свое, да, может раздать там, или пообещать что-то там, то, чего не пообещал бы в трезвом состоянии. Поэтому может раздать все, как бы, да, а потом долго жалеть об этом или вообще остаться там. Остаться ничем, да, нищим уже стать. Одна из бед водки. Широкораздольный водку почему называют? Ну, это примерно похоже, что и предыдущий широкораздольный. То есть водка, она раскрывает в человеке его душу, его, скажем, ум. И он становится, опять же, щедрым, опять же, становится таким самодостаточным, как нет на самом деле, да. И вот, кстати, наблюдая над тем, как ведут себя пьяные люди, можно сказать, кем они были в прошлой жизни. Вот тоже в этой же легенде это все описывается. Выпив, спокойно засыпают те, кто в прошлой жизни был человеком или нетбожителем. Их тело, речь и сознание не позволяют себе совершить недобродетельное. Ругаются, скандалят, буянят, дерутся те, кто раньше был асуром. Начинают плакать без причины те, кто уже знал, что такое ад. Не могут удержать себя в состоянии равновесия, падают бывшие преды, голодные духи. Если заплетается язык, становится бессвязной речь, то в прошлой жизни такой человек явно был животным. Те, кто целеустремленно продолжает идти по алкогольному пути, попадают в один из трех низших миров. Мир адских существ, пространство предов или в среду обитания животных. Погибшие в пьяном угаре, а подобное нередко, мгновенно рождается в самом страшном аде – овичи, где срок заточения длится до конца кальпы – около 8 миллиардов 640 миллионов человеческих лет. Тогда давайте с вами поговорим еще о том, что зачем приносят водку в Дацан? Ведь считают, что Будда может ее превратить в нектар? Да, у нас такая традиция сложилась, что люди приносят прихожане в Дацан водку, молоко или крепко заваренный черный чай, как советуют принести ламы. Для чего приносят водку? Они используются для срежима, для обряда срежим. Почему водка? Многие задаются вопросом. А на самом деле ламы во время ритуала, перед тем, как совершать подношение срежим, они, принесенные, поднесенные вот эти вот нектары, они превращают его в божественный нектар, в божественный варшан превращает его, то есть в абсолютно чистый, непорочный нектар. Вот, тем самым только в таком виде подносят дальше Идумам, Сахюсанам и так далее. В виде водки он не подносится, нет. Потому что водка, на самом деле, это по своей природе, физической, так скажем, да, или химической природе. Это, как я уже говорил, это яд, это грязная, как бы, жидкость. Поэтому как раз-таки это используется, наоборот, во время тантрического ритуала. То есть, когда освещается нектар, именно освещается, там мысленно лама созерцает разные виды, вот пяти видов есть жидкости и пять видов мяса. Вот, ну, это все тантрические такие вот уже эпитеты. Они все, значит, как в воображении, в медитации, в созерцании у ламы, значит, туда ложатся в этот сосуд, и тем самым это все преобразуется в нектар. Вот, освещается, очищается, превращается в большую массу и в таком виде подносится дальше божеством. То есть, это уже такие тантрические нюансы, в которых как раз-таки водка в виде вот именно, как грязной жидкости, так я образно скажу, да, вот, используется, наоборот, для того, чтобы поднести в виде нектара. Вот, может быть, не для каждого это понятно, но это уже такие, я еще повторюсь, тантрические такие нюансы, в которых она вот используется, водка. Но скажу, что добавлю, что на самом деле она не обязательно в использовании именно, имея в виду водку. То есть, можно... Ну, не обязательно приносить ее в датцам. Не обязательно, да. Да, да. Можно вместо нее приносить и молоко, и черный чай, как прописано у нас в текстах. Но традиция, вот эта обычаи водки, он пришел к нам еще до, скажем, прихода, наверное, буддизма. Вот. Что и в Тибете, что и у нас, в принципе, да. Чанг, вот мы говорим. Или у нас в Бурят, как раньше, архинг, молочная водка, да. Тарасун. Тарасун подносили раньше. Ну, вот эта вот традиция, она, в принципе, осталась. Ну, ведь это считается, ее там перегоняют, она очень такая дорогая. И самое дорогое несут, получается, так, да? Да, раньше Тарасун, да, вот из-за этого. Наливали гостям в какие-то таки праздничные дни. Она считалась у нас ценным таким напитком, угощением и так далее. Поэтому ее подносили вот в Моршиван, был как сержим. И вот эта вот традиция, она осталась и до сих пор продолжается по инерции, так скажем, да. Вот. Но сегодня многие, конечно, люди задаются вопросами, особенно приезжие, не знающие, там, русские, или которые с буддизмом, особо не знакомы, заходя в храмы, в датсаны, и видя на алтарях или на столах водку. Многие, конечно, приходят в ступор, и для них это абсурдно, как водка, храм, датсан. Да. Хотя в некоторых религиях, ну, там, не водка, допустим, вино используется, там, все равно есть такое. А, ну, да. Поэтому, чтобы люди знали, чтобы люди имели правильное понимание этого и имели возможность объяснить людям, другим, не знающим, для этого как раз-таки я бы хотел, чтобы все это поняли для себя. Ну, мы сегодня вам раскрыли такую формулу, ужасную, я бы сказала, формулу водки, и как оно сначала пивом становилось, потом вином, и потом уже к водке пришло, какие ингредиенты туда добавлялись, что, наверное, у кого хорошее воображение, он не очень-то захочет, по крайней мере, все эти 10 дней употреблять. Спасибо большое за ректолома. Спасибо. С Новым годом! Желаю вам всего самого хорошего в Новом году, процветания, успехов и, главное, здоровья. Берегите себя, не пейте много. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова